Доноры Ненецкого округа обратились в профильный департамент с просьбой сократить срок выплаты компенсации за сдачу крови и ее компонентов. Сегодня соответствующие выплаты переводятся в течение 30 дней с момента обращения в финансово-расчетный центр. Срок перечисления средств предлагается сократить до трех дней. Этот вопрос обсудили на заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого округа. После каждой сдачи крови и ее компонентов окружные доноры получают право на единовременную денежную компенсацию стоимости обеда в размере 933 рублей. Соответствующей справкой доноры отправляются в финансово-расчетный центр, но получают выплаты не сразу, а в течение 30 дней с момента обращения. Этот срок, по мнению сдающих кровь, необходимо сократить. Я иногда целый месяц не могла там получить, потому что придешь, определяешь справку, они говорят, а деньги донорские на следующий день закончатся, приходите завтра. И так мы целый месяц ходили. После обращения доноров в профильный департамент срок выплаты компенсации сократится в 10 раз, а наряду с наличными расчетами появится безналичное. Мы проанализировали. Конечно, тот 30-дневный срок полностью согласен, он очень большой. Но учитывая, что мы переходим на безналичный округ, и хотели бы все-таки, чтобы перечисление средств было в безналичном виде, и сократить этот срок до 3 дней. То есть мы проанализировали, мы можем в течение 3 дней обеспечить перечисление этих средств. Сегодня в регионе более 340 человек являются постоянными донорами. Треть находятся в резерве, две трети сдают кровь 3 раза в год. За раз донор жертвует порядка 450 мл крови. Поэтому, кроме того, что этот человек должен быть здоров и не иметь медицинских противопоказаний, перед и после каждой кроводачи обязателен прием пищи. Уже было сказано, что прежде чем донор приступить к донации крови или плазмы, он пьет теплый горячий чай, с сахаром, с печеньем или бряниками. После сразу получает 100 граммов черного шоколада притошной. И все. Это завтрак, по сути дела, до донации. После донации мы обязаны, конечно, кормить. Что касается приема пищи после кроводачи, то здесь, согласно законодательству, у доноров есть выбор. Получить полноценное бесплатное питание в день сдачи крови, либо получить компенсацию стоимости обеда. Согласно проведенному Ненецкой окружной больнице анкетированию, все без исключения доноры проголосовали за выплату из окружного бюджета. И теперь она будет производиться в течение трех дней с момента обращения в финансово-расчетный центр. Ирина Цепетова, Антон Водряков, Телеканал Север.